Доброе утро, дорогие телезрители! С вами Елена Краева и Наталья Гончарова. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Здравствуйте! Как всегда, сегодня будет много интересного, поэтому оставайтесь с нами. Сегодня вы увидите. Работы близятся к завершению. Глава округа проинспектировал ход капитального ремонта детского сада номер 10 в Одинцове. Депутатская проверка. Дмитрий Голубков ознакомился с ходом строительства школы и благоустройства нескольких объектов в Звенигороде. Ключи от будущего. Андрей Иванов вручил ключи от квартир в Звенигороде детям, оставшимся без попечения родителей. Сохранение истории. Голицынские краеведы приводят в порядок здание бывшего узла связи особого значения. Сегодня вторник, 27 июня. В этот день, в 1983 году, с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-У», который успешно вывел на околоземную орбиту пилотируемый космический корабль «Союз Т-9». На борту корабля находились два члена экипажа – командир Владимир Ляхов и бортинженер Александр Александров. Во время полета космонавты выполнили два выхода в открытый космос, установив дополнительные солнечные батареи. На борту станции экипаж проводил научно-технические и медико-биологические исследования и эксперименты, а также провели съемки в открытом космосе для художественного фильма «Возвращение с орбиты». Чем еще запомнился этот день в истории, узнаем в нашей рубрике. 27 июня 1910 года Третья Государственная Дума приняла Столыпинское аграрное законодательство. В конце 19 века во многих регионах страны начался голод. Чтобы предотвратить катастрофу, российское правительство приступило к разработке вариантов развития страны. Итогом стала реформа крестьянского надельного землевладения. Ее инициатором является председатель Совета Министров Петр Столыпин. Закон признавал частными собственниками земли крестьян, которые входили в состав общин, где земельные переделы не проводились на протяжении последних 24 лет. Там, где имелись переделы, укрепленцы должны были платить за излишки по средней выкупной цене на 1861 год. Фактически могли приобретать землю за бесценок. В этот день, в 1995 году, вышло постановление правительства Москвы об установке памятника вознаменования 300-летия российского флота. Автором проекта стал Зураб Церетелли. Строительство памятника продолжалось два года. В итоге 94-метровый столб на гранитном основании с бронзовой ладьей и скульптурой Петра Великого с картой в руке был установлен на стрелке Москвы-реки на Крымской набережной. 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в 1984 году. В этот день во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле и различные обучающие семинары. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и начинающих любителей. Также сегодня отмечается день рождения банкомата, день записывания случайных мыслей, день солнцезащитных очков и день микро, малых и средних предприятий. В этот день в 1891 году родился советский авиаконструктор Владимир Петляков. Он участвовал в создании аэросаней и глиссеров, а затем и знаменитых самолетов Туполева. Впоследствии Петляков разработал самолет АНТ-42. Также в этот день в 1462 году родился будущий король Франции Людовик XII, а в 1940 народный артист России, актер и композитор Борис Хмельницкий. Свой день рождения сегодня отмечает французская актриса и певица Изабель Аджани и английский актер Сэм Клафлин. И к новостям нашего округа. Еще одно обновленное пространство будет готово к встрече с самыми маленькими жителями Одинцова. В детском саду номер 10 через месяц завершат ремонтные работы. Администрация учреждения и строители делают все возможное, чтобы современные, оснащенные всем необходимым для правильного развития малышей помещения и благоустроенной территории для игр на улице, порадовали воспитанников и их родителей. Проверил ход работы глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Подробности в нашем репортаже. Капитальный ремонт детского сада номер 10 на 140 воспитанников в Одинцове в самом разгаре. Здание 1975 года постройки, площадью почти 1200 квадратных метров и прилегающая к нему территория, после завершения работ обретут новый вид. Современный внешний вид, инженерное обеспечение, новая мебель. По сути, это как новый объект, вновь построенный объект будет. Чтобы юные жители города чувствовали себя комфортно, дизайнеры, строители и администрация дошкольного учреждения совместно создают для них современное и безопасное пространство. Все вопросы от оснащения до благоустройства, они обсуждаемы. Это касается и, как мы уже говорили, парковки для детских колясок, для самокатов, для велосипедов. Также мы обсуждали в части озеленения, устранения некоторых деревьев, которые уже, скажем, находятся в аварийном состоянии. Очень отрадно, что услышаны наши комментарии по поводу детских площадок. Соблюдение сроков ремонтных работ проверил глава округа Андрей Иванов и пообщался с местными жителями. У нас финальная точка здесь когда? Мы с вами будем завершить работу в конце июля. Еще раз скажем, в конце июля у нас выходит строительство, дальше мы начинаем мыть, чтобы где-то рифтовать, мебель, чтобы на этом идет висянка. Ну, где-то так примерно так. Понятно, то есть можем пообещать родителям, что в сентябре дети уже здесь окажутся, когда вернутся с конец. На объекте задействовано 36 человек. Параллельно ведутся работы по внутренней отделке помещений и облицовке фасада здания. До завершения капремонта остается месяц. В ближайшее время мы завершаем работы по инженерным системам. Заканчиваем электрику, слаботочку, сантехнику. Также мы планируем в ближайшее время закончить работы по благоустройству. Это у нас установка теневых навесов и установка мафов, резиновое покрытие травмобезопасное. Обновленное здание будет соответствовать современным стандартам по отделке, функционалу и оснащению всех помещений. На прилегающей территории обустроят спортивную площадку и дорожки, разместят пять игровых веранд и освещение. Установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков в рамках рабочей поездки в Звенигород проверил ход работ по благоустройству сквера возле поликлиники и установку новой детской площадки на улице Радужная. А также посетил строительную площадку школы в микрорайоне Восточный. Подробнее о результатах проверки в материале Полины Баховой. Долгожданный и социально важный объект строится в микрорайоне Восточный. В рамках реализации проекта «Новая школа» и отработки наказов народной программы депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков оценил ход работ и отметил, что никакие причины не должны повлиять на сроки сдачи. Жители уже давно ждут школу и никакие задержки не приемлемы. Школа должна быть сдана в срок. Это в сентябре следующего года она должна принять учеников. Школа большая, на 1100 мест, поэтому тут никаких компромиссов по сдаче этой школы быть не может. Строительство будет осуществляться в два этапа. Сейчас ведутся работы над первым блоком здания. Сейчас производим монолитные работы, устройство гидроизоляции фундаментной плиты, вынос газопровода всех сетей. У нас осложнена стройка тем, что здесь большое количество сетей под вынос. Это связь, спецсвязь, электрика и две нитки высокого давления газа. Сквер возле поликлиники по улице Герцена меняется на глазах. О его благоустройстве давно мечтали местные жители. Здесь уже установлены новые лавочки за асфальтированной дорожки. Дмитрий Голубков уверен, это будет местом притяжения для отдыха горожан. Будут подготовлены новые парковочные пространства, новые прогулочные маршруты. Сквер, я думаю, приобретет новое дыхание. Также в рамках реализации проекта «Городская среда» и отработки наказов народной программы депутат проинспектировал и ход работ по установке детской площадки на улице Радужная. Территория полностью готова для монтажа и установки девяти элементов игрового комплекса. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. К новостям региона. В Подмосковье от борщевика обработали более 20 тысяч гектаров земли муниципальной и неразграниченной госсобственности. План первого этапа выполнен уже на 98%. Второй этап обработки земель от борщевика включает в себя еще 700 гектаров. Опасное растение быстро распространяется, и сейчас у него активная стадия роста. Важно быть особенно осторожными, чтобы не получить ожоги. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Теперь на Доброделе можно сообщить о стихийной парковке электросамокатов. Новая опция стала доступна пользователям портала. Сообщить о брошенном и мешающем проходу пешеходов по тротуару электросамокате можно практически в один клик. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕС и А, описать проблему и отправить сообщение. За ходом решения вопроса пользователь сможет наблюдать в личном кабинете. Летний фестиваль народных художественных промыслов «Гжельфест» пройдет 1 июля в Подмосковье. Для гостей будут доступны экскурсии и музейно-выставочный центр «Дом Салтыкова». Сеанс одновременной игры в шахматы, акция «Оставь свой след» и конкурс «Гжельский цветок». Также будет работать почта с любовью из «Гжели», керамический маркет и гастрономическая ярмарка. Специалисты проведут мастер-классы по росписи керамики и гончарному искусству. Для детей подготовлена игровая программа «Разноцветье». Более 3000 человек посетили второй ежегодный пионовый фестиваль в Подмосковье. Гости смогли перенять опыт коллекционеров и задать вопросы о пионах, сделать корону пионового короля или нарисовать цветы китайской тушью в творческих мастерских. Кроме того, организаторы угощали посетителей супом с грибами шиитаки, лимонадами и домашними сладостями. Глава округа Андрей Иванов вручил ключи от квартир в Звенигороде с улучшенной отделкой, необходимой мебелью и бытовой техникой трём детям, оставшимся без попечения родителей. До конца текущего года собственную жилплощадь получат ещё 12 человек, по достижении ими 18 лет. Пообщаться с новосёлами удалось и нашей съёмочной группе. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил ключи от квартир детям, оставшимся без попечения родителей. Собственное обустроенное жильё в Звенигороде станет для Ксении, Дианы и Никиты дополнительной почвой под ногами для успешного жизненного пути. Ни в коем случае ничего не бойтесь, всё преодолеете, главное верить в себя, верить в свои силы, верить в своих родных и близких людей. Я вас поздравляю, хочется, чтобы квартира и ваш этот дом для вас была надёжной опорой, чтобы вы там восстанавливали свои силы, мечтали, творили, ну и, конечно, создавали свои собственные семьи. В столь значимый день поддержать ребят пришли родные и близкие. Сами же новосёлы уже в предвкушении самостоятельной взрослой жизни. Я уже мысленно думала, где, куда, что поставлю, что куплю, может быть, что-то сменю или оставлю. Это всё-таки очень рано, иметь свою квартиру и очень ответственно. Я получил квартиру в Вернигороде, там красиво, недалеко Москва-река, вот. И, по сути, там можно спокойно отдыхать, там ездить на выходные или там жить. Там уже почти всё сделано за меня, там, получается, обоев нету, там стены крашены, вот. Покрасили хорошо, красивенько всё. Осталось только завести мебель. Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется в округе в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Всего в 2023 году за счёт средств Московской области 15 ребят получат собственные квартиры. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». К новостям столицы. Москвичей попросили не подкармливать животных в парках летом. В это время звери и птицы в столице способны самостоятельно находить себе корм. На природных территориях Москвы созданы максимально естественные условия для обитания диких животных. И здесь специалисты стараются поддерживать природный баланс. При этом подкармливание белок, например, не пойдёт им на пользу. Они могут потерять навык поиска еды, и потом им будет труднее выжить в условиях дикой природы без помощи человека. Другие новости столицы смотрим в нашей рубрике. Москва приглашает гостей на закрытие первого летнего фестиваля «Зарядье». Впервые в истории одноимённого концертного зала выступления пройдут на открытом воздухе на сцене Большого амфитеатра «Зарядье». Зрители услышат выступления живых оркестров и певцов. Московские учёные создали тренировочный фантом для обучения врачей. Он имитирует сосуды и нервы человека. Медизделие уже получило положительные отзывы и будет активно внедряться для обучения. В культурном центре московского района Строгино пройдёт ретроспектива популярных советских фильмов. Это серия бесплатных кинопоказов самых популярных кинокартин. Такой формат предоставит возможность зрителям увидеть и почувствовать известные фильмы иначе. Кинозал даёт совершенно особые ощущения от большого экрана, мощного звука и пространства. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Далее в программе вы увидите. Сохранение истории. Голицынские краеведы приводят в порядок здание бывшего узла связи особого значения. Звёзды Подмосковья. Красавицы из Одинцовского округа приняли участие в областном конкурсе красоты среди коров. Дополнительный поезд «Таврия» будет курсировать между Москвой и Симферополем со 2 июля. Он проследует через Калугу, Тулу, Елец, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону. В его составе одноэтажные купейные и плацкартные вагоны. Цены будут фиксированы. Кстати, это уже четвёртый дополнительный поезд из Москвы в Симферополь. А всего в этом сезоне из разных городов России в Крым уже назначена 21 пара поездов и 3 группы прицепных вагонов. С другими новостями России познакомим вас прямо сейчас. В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение на ближайшие несколько дней из-за града. Это значит, что во время непогоды не стоит выходить на улицу. Дома лучше подальше держаться от окон и не включать электроприборы. Град – довольно частое явление для летнего периода и зачастую наносит большой урон урожаю и имуществу. Ухудшение погоды обещают и в других областях – Челябинской, Курганской и в Крыму. В лесах Нижегородской области сохраняется пятый класс пожароопасности. Посещение лесных территорий в области находится под запретом. Категорически запрещается поджигать сухую траву и мусор, организовывать в лесах массовые мероприятия. По предварительным оценкам, июль ожидается тоже жарким, но дождливым. В Казани пройдет ночной велофест, приуроченный к десятилетию универсиады. Протяженность маршрута, по которому проедут велосипедисты, составляет 17 километров. В этот раз в нем примут участие золотые призеры универсиады 2013, Яна Мартынова и Нафис Минебаев. И вновь к новостям нашего округа. Вдалеке от городской суеты на окраине Голицына, среди высоких деревьев, стоит небольшой кирпичный дом. Сейчас и не скажешь, но когда-то здесь располагался узел связи особого значения. Не так давно строение перешло в собственность голицынских краеведов. Они активно занимаются его реставрацией, чтобы сохранить историческую значимость и уникальность. Увидеть само здание и оценить его антураж удалось Полине Баховой. Старинные здания безмолвно хранят нашу историю. Один из таких объектов обнаружила Мария Лобанова, краевед и истинный ценитель истории Голицына. Дом 49-го года постройки находится на большой лесной территории. К зданию ведет булыжная мостовая. Она была проложена в конце 40-х. Более того, есть воспоминания, что укладывали пленные немцы. И, кстати говоря, много ключевой улицы в Голицыно мастили булыжником пленные немцы. Только нигде практически ничего не сохранилось. Все уже закрыто асфальтом. Ну, конечно. А здесь в первозданном виде практически. Здесь в первозданном виде. Долгое время в кирпичном доме располагался узел связи. Он обслуживал не только простых жителей, но и секретные военные объекты. Местная жительница Татьяна Трофимова вспоминает, как в их дом по соседству одним из первых провели телефонную связь. А по участку до сих пор проложен кабель. По участку была проложена канава, кабель был проложен. Это была связь, на запад шла. Как шутили у нас дома, связь с Белым домом. И папа в начале 60-х годов шутил и говорил, хочешь поговорить с Кеной? Конечно, это была шутка. Этот кабель лежит до сих пор. На территории находились подсобные помещения, в том числе дизельная станция, которая сохранилась и сейчас. Для того, чтобы организовать бесперебойную электроэнергию, то есть если отключалось основное питание, то дизельное, как резервное, подключалось, и здесь всегда была связь. То есть не было ситуации, в которой люди оставались без связи. Дело в том, что здесь были различные объекты, в том числе и военные объекты, когда-то существовали, и объекты госавтоинспекции. Поэтому это было важно. Постепенно необходимость в таких больших помещениях для узла связи утратилась. Объект был выставлен на продажу, где вместе с близкими друзьями семья Марии и приобрела его в собственность. Мы хотим сохранить атмосферу этого места. Нам кажется это очень важным, потому что вообще уникально, что она дошла до наших дней. То есть вообще таких объектов, которые практически можно просто шагнуть как будто в прошлое, таких объектов вообще уже очень мало. И когда ты с этим сталкиваешься, конечно, тебе хочется не рушить это, не возводить что-то новое, а просто это сохранить. А пока новые собственники приводят в порядок территорию, постепенно восстанавливают дом и мечтают, что когда-то здесь будет музей или другой культурный объект. Подробнее об истории этого здания вы узнаете в программе «Про округ». Полина Бахова, Илья Павлов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». В 26-й раз в Подмосковье прошел конкурс красоты. Но параметры 90-60-90 здесь не учитывались. А вот хороший вес, сильные конечности и мощное вымя – залог успеха. Лучшую корову Московской области определили на конкурсе «Звезды Подмосковья». Участие в нем приняли и красавицы из Одинцовского округа. Полюбоваться необычными моделями можно в нашем следующем сюжете. Начищены до блеска, накормлены вдоволь, обучены к хождению на поводке и недоины весь день, чтобы вымя было большим и венозным. Этих рогатых моделей тщательно выбирали и готовили, ведь им выпала честь представлять престиж своего сельхозпредприятия. На выставке «Звезды Подмосковья-2023» наш округ представили две красавицы из Нарасановского хозяйства. Выбор был сложный, отбиралось где-то на протяжении месяца, и на протяжении месяца мы их обучали. То есть они должны были не только правильно ходить, но при этом должны были правильно держать голову, слушать вводчика. То есть очень трудоемкий процесс. Это здесь кажется все так красиво и легко, но на самом деле подготовка идет серьезная. Наводить красоту прекрасным дамам начали за месяц. Они получали комплекс лучших процедур, включая ручной массаж. Однако только за красивые глазки здесь главного приза не получить. Учитывается масса критериев, главный из которых, конечно, качественное и вкусное молоко. А это результат большого каждодневного труда целой команды. На самом деле вообще наука и использование науки в животноводстве и молочном является таким, наверное, последние десятилетия главным фактором в развитии, повышении эффективности наших хозяйств племенных. И, конечно, мы постоянно отмечаем ежегодный рост продуктивности. Московская область – лидер в сельском хозяйстве. Немалую роль в таком успехе играют меры господдержки, гранты и субсидии. В этом году мы уже, это миллиард двести суммы, мы уже выплатили нашему хозяйству, причем сделали это авансом. Мы это сделали в начале года для того, чтобы они имели возможность уже при подготовке к весеннеполевым работам иметь сегодня необходимое финансирование. Глядя на этих красоток, не сомневаешься, поддержка и развитие сельского хозяйства – дело нужное, а главное – полезное. Ведь молоко коровье бережет здоровье. Лучшая из 62 производительниц молока, победительница конкурса, принесет своему предприятию главный приз – автомобиль. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». И к мировым новостям. Японская компания разработала проект невероятно амбициозного плавучего города под названием «Доджин-сити». Планируется, что он будет выдерживать любые подъемы моря, связанные с изменением климата, и самостоятельно снабжать электроэнергией, пищей и водой до 40 тысяч человек. Город разделят на три отдельных зоны – так называемое «жилое кольцо», подводный центр обработки данных, в том числе и с медицинскими исследовательскими объектами, и плавучая архитектура в пределах искусственной бухты. О том, что еще происходит в мире, узнаем прямо сейчас. Власти прибрежного города Портофино, входящего в знаменитую итальянскую ривьеру, ввели запрет на селфи. Нарушающих его туристов будут штрафовать на сумму до 275 евро. Местные жители считают, что ограничения необходимы для борьбы с пешеходными пробками во время курортного сезона. По словам мэра, туристы несут ответственность за хаос, блокируя улицы, когда останавливаются, чтобы сфотографироваться. Ограничения будут действовать ежедневно в течение лета с утра до 18.00. Упаковку с 15 ягодами черешни элитного сорта Аомори Хардбит продали на аукционе в японском городе Хатинохэ, расположенного на севере острова Хуньсю, за 500 тысяч йен, свыше 3,5 тысяч долларов. Это рекордная сумма за всю историю подобных торгов. Такая черешня имеет характерную форму сердца, идеальный цвет и отличается большим размером, не менее 2,8 сантиметра в диаметре. Плоды пользуются особым спросом у любителей. Сорт черешни разработали специалисты исследовательского центра префектуры Аомори. Ягоды используются в качестве элитного подарка. Семья американских миллиардеров из Великобритании ищет няню для своих собак на полный рабочий день с зарплатой 127 тысяч долларов в год. В объявлении говорится, что выбранный кандидат будет жить в доме семьи в престижном районе Лондона и обеспечивать беспрецедентную заботу и внимание собакам, относясь к ним как к ценным членам семьи. Основное требование – трудиться ненормированный рабочий день, включая вечера, выходные и праздничные дни. За неделю на объявление откликнулись более 400 потенциальных кандидатов. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурный день без осадков. Температура воздуха днем – 21-23 градуса тепла, ночью – около плюс 15. Ветер переменных направлений – 1-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 740 миллиметров рдутного столба. Относительная влажность воздуха – 35%. Геомагнитное поле – спокойное. На этом наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе смотрите в наших информационных выпусках. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале про округ. Ну, с новостями молодежной редакции вы, как всегда, можете познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если же вы стали очевидцем происшествий или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Начинать утро на ОТВ вместе с Еленой Краевой и Натальей Гончаровой стало уже доброй традицией. Мы желаем вам прекрасного дня, отличного настроения и, естественно, отличного вечера. До свидания. До свидания.